А что 9 мая ожидать? Выйдет кто-нибудь к народу российскому и скажет, простите, но извините, мы обосрались, у нас ничего не вышло? Или, может быть, объявят частичную мобилизацию? Об этом тоже сообщают некоторые западные медиа, что есть такой вариант. Да, действительно, техники маловато, даже в Москве. На 60 с лишним единиц будет меньше на параде. Некоторых образцов не будет. Там Т-80 не будет. Панцирь-С не будет в составе парадного расчета. И это говорит о том, что эта техника осталась у нас на полях. Или еще, может быть, воюет, в лучшем случае еще воюет на территории Украины. Что касается самого 9 мая, то я не думаю, что Путин будет огорчать или разочаровывать российское общество вот такими заявлениями, как всеобщая мобилизация или глобальная война. Нет. Кстати, как некоторая часть общества даже ждет от Путина, что он объявит об окончании военной специальной операции в Украине. А тут вы хотите, чтобы он вышел и сказал, что ребята, все в военкомат, все на фронт. Все для победы и все для фронта. Нет. Я думаю, что такого они не сделают. Они, если и будут объявлять мобилизацию, что им, кстати, крайне необходимо, то она будет объявлена, скорее всего, в отдельных регионах. Частичная, так называемая, да? Да. Частичная мобилизация в отдельных регионах. Нет. Мобилизация может быть и полная, но в отдельно взятых регионах. Например, приграничные с Украиной области, где они, кстати, раскачивают ситуацию и именно подводят по то, что там вот-вот может быть введено военное положение. А это и есть всеобщая мобилизация. Но само 9 мая, я думаю, они проведут в своих исторических скрепах любимых и постараются максимально сгладить ситуацию с войной в Украине. Сказав, что все идет по плану, мы на финишной прямой, вот завтра уже будет победа, надо еще немножко потерпеть. Вот я думаю, именно в таком контексте оно должно пройти. Потому как рисковать внутри со стабильной, со дестабилизацией ситуации внутри России, я думаю, Путин вряд ли отважится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!